всем привет меня зовут евгений киселев и вы смотрите мой youtube канал и вы видите что у меня сегодня в гостях сергей лагодинский германский политик депутат европарламента и позвал его сегодня не случайно потому что в европарламенте в ближайший понедельник 5 июня состоится одно очень важное мероприятие это двухдневная встреча круглый стол представители разных сил групп организации российских антивоенных сил российской оппозиции российских противников режима путина и европейских политиков причем важно сказать что эта встреча организована по инициативе и при самом деятельном участник участие группы евродепутатов во главе с бывшим премьер-министром литвы андрюсом кубилюсом и членом анти этой самой инициативной группы является мой собеседник сергей спасибо большое что согласились об этом с нами сегодня поговорить о предстоящем мероприятии и я хотел бы прежде всего попросить чтобы вы объяснили почему возникла вот такая инициатива почему вот возникла у европарламентариев желание организовать такой круглый стол который кстати называется завтра на бездей автор до чтобы на следующий день до имеется ввиду а что будет в россии после того как тем или иным способом закончится эта война и быть может на смену путинскому режиму придет какой-то другой режим какие-то другие власти какие-то другие люди я правильно понимаю смысл название наследую абсолютно верно и как раз особенно на второй день на следующий день после первого наши дискуссии будут именно развиваться крутиться вокруг вот этих вопросов а что делать потом будет ли иллюстрация например да что делать с молодым поколением какие видения для российского государства российское общество вот после этого дня ноль который ну как многие надеются когда-нибудь настанет мне кажется что особенность этого мероприятия состоит в том что ну вот мы все да да все из этой из той самой инициативной группы европейские политики мы часто естественно работаем с представителями так называемой российской оппозиции или российского гражданского общества мне больше нравится вот такой вот формулировка потому что на поле всеобъемлющие и эти контакты несмотря на то что вопросов очень много друг другу да и со стороны российского этого комьюнити к европейскому союзу очень практичные вопросы политические и наоборот и еще ни разу не было помимо таких пункту а таких точечных до контактов не было платформы где бы действительно европейский союз политики европейского союза бюрократы европейского союза сели за один стул вот с большой группой этих представителей и общались комплексно причем общались комплексы всеобъемлющие еще и со срезом этой группы то есть в принципе ну мое желание желание очень многих было чтобы это была разнообразная группа не только например там скажем условными да каспаров и ходорковский я так вот этих двоих да возьму поскольку в основном они на слуху когда говорят о каких-то таких контактов с западом да или с международным сообществом но и чтобы здесь были все-таки представители других групп чтобы здесь были представители молодого поколения и группу которые проводят вот ну что скажем на работу на местах да он the ground ведь очень много есть маленьких небольших инициативных групп которые занимаются например а борьбой против этой войны их даже многие не знают эти имена этих людей а эти люди очень важны они в принципе ключевые люди помимо тех лиц которые известны вот как бы с этой точки зрения такая вот комплексная комплексный срез общество форум для систематичного какого-то разговора может быть и на будущее тоже между евросоюзом и этой комьюнити и да этот вопрос о будущем что будет на следующий день тоже мы все время говорим о какой-то россии до будущего прекрасные непрекрасные уже это уже другой вопрос но мы не часто спрашиваем а каково видение это россии именно со стороны тех кто сейчас для нас является партнерами по этому разговору ну вот смотрите очень часто критики а у российской оппозиции у российской политической эмиграции у российского гражданского общества назовите как хотите есть немало критиков в том числе и и может даже в первую очередь в украине говорят что вы господа никто и звать вас никак я специально может быть утрирую может быть специально ужесточаю эту риторику чтобы никто меня не упрекнул в том что я пытаюсь сглаживать углы вы никого не представляете вы представляете только сами себя у вас нет никакой общественной поддержки вы лузеры ваше поколение проиграла вас выдавили из россии вы живете на положение беженцев фактически в европе и никакого толку от вас нет и не будет вот чтобы вы на это сказали если бы вам бросили такую инвективу выдвинули против вас такое виние с кем вы вообще господин лагодинский со своими коллегами парламентариями время тратите ну я бы ответил очень просто с кем нам еще разговаривать на эти темы вот с кем те которые находятся в российской федерации в основном за решеткой если говорить вот об этом пласте обвинений о том что это люди которые покинули страну а потом не забывайте что многие покинули не самовольно да не 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 добровольно я лично так сказать знаю и помогал людям которые бежали буквально в последнюю секунду к нему уже стучались с обысками и стучались с ордерами на арест и так далее поэтому мне кажется быть немножко осторожным и опять же я когда говорю об этом и отвечаю на это я не отвечаю на упреки и на какие-то легитимные высказывания наших украинских друзей и партнеров это абсолютно понятно что люди что нация в такой ситуации этой геноцидальной войны против них имеет свое специфическое отношение ко всему что связано с российской федерации но обычно и чаще всего надо сказать эти претензии эти вопросы задаются не украинскими вот очень часто да не украинскими партнерами а или либо даже самими другими русскими людьми из россии российской федерации либо даже европейцами которые вот считают что они должны озвучивать эту линию в таком случае у меня вот вопрос например такой а с кем мы должны говорить в таком случае нам надо что садится с лавровым да они может кого-то и представляют у них есть структуры которые еще не разбиты у них есть структуры потому что они бульдозером проехались по всему остальному гражданскому обществу можно говорить и с людьми которые еще остались там еще борются да это я делаю тоже и многие из нас это делают но это мы делаем в других рамках здесь уже люди когда они говорят анализируют не хотят показывать не только своего лица и имени писать не хотят здесь я вот у меня есть исследование которые я заказывал по состоянию по ситуации российского гражданского общества внутри страны с точки зрения тех кто внутри есть они анонимны мы знаем этих людей это очень известные люди но они написали это анонимные авторы у меня было мероприятие на эту тему есть форумы на эту тему но они закрыты по понятным причинам то есть это не только что вот мы занимаемся только этими мы занимаемся всеми но естественно учитывая структуру момента невозможно сейчас найти оппозиционное движение которое бы представляла какую-то явную понятную структуру на местах эти структуры были вот фбк структурами ходорковского и другие они были понятно разрушены объявлены террористами и экстремистами ну что же нам теперь делать ни с кем не садится ни с кем не разговаривать давайте разговаривать с тем кто у нас есть вот есть эти люди и да эти разговоры не всегда приятны и в этих разговорах надо говорить об ответственности очень многих из них и надо говорить об имперской традиции не только российского общества вообще но и многих частей это оппозиции но тем не менее говорить то надо вот мы говорим а в чем на ваш взгляд эта имперская традиция проявляется ну есть понять об оппозиции разумеется понятно что оппозиция разношерстная в принципе есть оппозиция националистической ну с этими я как бы не разговаривает не мое амплуа но естественно есть и были вопросы это понятно и к алексею навальному были вопросы он на них ответил и мне кажется в принципе исчерпывающе вопрос о том насколько так сказать это подрывает доверие на будущее да ведь об этом идет речь сейчас естественно все говорят о том что они против войны против имперских традиций я думаю что боязнь или как это недоверие основывается на том что мы не знаем о том что будет в будущем и в тот момент когда эта оппозиция действительно вот в этот самый день после дня ноль вернется в российскую федерацию и ей придется работать с публикой у которой мозги промыты были националистической или имперской скажем так вот этой всей идеологии галиматио ведь им придется этих людей каким-то образом за собой вести и вот как поставить рамки на будущее да ведь об этом тоже мы будем говорить если эта страна не разрушится как многие этого ожидают на множество каких-то там княжеств то ведь это большая страна у которая исходит вырастает из имперского прошлого и это очень сложный вопрос каким образом иметь оппозицию которая будет с одной стороны демократическое и не имперской антиимперской а с другой стороны сможет или придется ей вести за собой людей с имперским мышлением без оккупации сложно оккупации к сожалению вот германии получилось а там я не уверен а вот тем временем опять на границе белгородской области идет бой которые ведут русские добровольцы их в россии считают диверсантами сами они себя позиционируют как бойцы легиона свобода россии и бойцы другого формирования которые именуют себя российским добровольческим корпусом они безусловно на мой взгляд в этом нет никакого сомнения связаны с украины с вооруженными силами украины но когда они пересекают границу дальше украинцы отходят в сторону во всяком случае словесные говорят что нет вот дальше дальше не мы дальше это вооруженные противники путина пытаются освободить от путинского режима путинского гнета российскую федерацию как вы к этим людям относитесь вот вы спросите а с кем говорить тут может быть говорить с теми кто воюет я не уверен что это наша задача это наши возможности я не уверен что в этом как бы состоит ноу-хау европейского парламента говорить с боевыми частями которые сейчас воюют где-то непосредственно это все-таки тогда уже задача каких-то правительственных правительственных организаций или определенных служб иностранных правительств если уж на то пошло речь если говорить о сегменте общества которые они представляют ну естественно мы говорим со всеми кто каким-то образом привносит в эту ситуацию свежую и продуктивную струю я не очень разбираюсь в этих структурах и поэтому я осторожен учитывая и прошлое многих из них националистическое прошлое многих из них тем не менее моя точка зрения если люди считают эти индивиду эти граждане считают необходимым таким образом выразить свое свое отношение к этой войне и поддержку украинскому народу ну что ж это их скажем так военное право что касается целесообразности таких операций это уже вопрос другой здесь у меня нет сформировавшиеся отношения скажем так почему потому что знаете я один из тех кто самого начала поддерживал вооружение украины тяжелыми до тяжелым видом видами оружия и поддерживаю и дальше считаю что это надо наращивать эту поддержку но тем не менее я езжу по стране и особенно по моему региону я отвечаю за бренденбург за восточную германию где сейчас у нас ну по крайней мере 30 процентов людей готовы голосовать за право радикально за вот эту правую про путинскую партию альтернативы для германии но я считаю что надо с ними говорить и объяснять им нашу позицию и очень часто очень часто ко мне приходит так сказать люди на эти встречи которые считают что у россии тоже легитимная перспектива на это дело она как бы защищать как бы защищаются на этом мы всегда говорили ну есть гарантии которые даются украинской стороной что это тяжелое вооружение не будет использована против международно признаны территории российской федерации вот тут вот начинается как бы уже другая история сейчас если это оружие применяется причем не против военных целей а вот каким-то образом какие-то группировки еще и и проникают на территории российской федерации я опять же я как бы не считаю это большой трагедии в плане так сказать операционном да но здесь нужны дополнительные аргументы чтобы объяснить это тем самым людям европейцам которые так сомневаются в этом все вот это вот меня немножко заботит нужно искать новые аргументы нужно искать новую ну какое-то объяснение того что происходит причем я абсолютно понятно что это крыма не касается потому что крым естественно с нашей точки зрения вообще никакая не территория российской федерации речь идет действительно а международно признанной территории россии ну смотрите сергей справедливости ради давайте признаем что год и четыре месяца назад то есть вот за месяц до начала войны которую россия развязала против украины безусловно войны агрессивной безусловно войны захватнической тем не менее германия еще вообще была не готова оказывать какую-либо помощь украине поставлять оружие боевую технику и так далее да и это сколько сколько изменилось за это время и теперь ваш же министр обороны писториус заявляет что ну если военные цели находятся на территории россии то они являются легитимными целями для ударов в ссу имеется ввиду там склады имеется ввиду базы имеются ввиду там логистические объекты российской армии и так далее и с этим я абсолютно согласен я считаю что с точки зрения и международного права ну вот мое понимание да международного права как юриста это даже не является никаким так сказать нарушением международных норм тем не менее это приводит к определенному так сказать усложнению до всей этой картинки и вот на эту картинку смотрят люди и на западе и может быть даже и некоторые сомневающиеся в российской федерации у них происходит какое-то дополнительное еще дополнительное измерение к этому присоединяется на которое мы должны быть подготовлены как мы на это реагируем в нашем дискурсе потому что как вы знаете поставки вооружений и финансовая поддержка это один фронт да на котором мы как европейский союз и соединенные штаты и великобритания активно участвуем и правильно участвуем и должны еще более активно участвовать но есть еще и такой домашний фронт да это то чтобы это уровень поддержки в демократических государствах среди граждан поддерживать потому что если эта поддержка начнет сыпаться и дальше она уже убывает но я все-таки довольно оптимистичен в этом плане еще то нам будет трудно пережить например выборы следующие а это было бы нехорошо для всех старых выборы же еще у вас не скоро по моему да да но у нас уже начинаются выборы земельные на уровнях у нас европейские выборы через год в испании выборы сейчас вот как вы знаете будут их перенесли вперед в испании в это воскресенье прошли муниципальные местные выборы выбора городских властей и правящая социалистическая партия потерпела поражение существенное да да и в семи из десяти регионов к власти пришли правые и премьер-министр объявил что теперь у нас в испании будут досрочные выборы сказал он в связи с тем что дальше я уже его слова просто пытаюсь интерпретировать очевидно в связи с тем что он опасается что если у них там такой процесс поправения общества и падение популярности социалистов пошел то если выборы в срок то результат будет еще хуже лучше лучше поскорее пройти это испытание но я не думаю что происходящее в испании как-то связано с украиной впрочем нет я в этом плане это я сейчас не думаю нам нужно постоянно найти в этом и есть разница между нашим нашей системой и системой за той самой границы на которую которую пересекают сейчас эти отряды понимаете там ему то особо не надо бояться изменений выбор на предвыборных и своих президентских выборов там нарисуют все что надо а вот у нас уже сложнее и понимаете вопрос не только выборов самих но вопрос еще и если политики если политики опытные они немножко настраивают свои антенны до выборов уже в сторону общественного мнения общественное мнение сейчас в некоторых частях вот германии или европы какое что зеленые то есть мы привели вот все к войне мы военные милитаристы это смотрят другие партии и точность смешно подозревать партию зеленых в милитаризме но а вот это наша стезя потому что мы были самые так сказать про украинской партии многие годы мы были против ситуации в российской федерации анти кремлевской партии поэтому нам перестраиваться особо не надо было с этой цайтенбенды но как следствие это следствие того что вот на партийном съезде где я читал речь за то чтобы мы поставил поставили вооружение тяжелое вооружение там практически не было голосов против вот этой вот позиции которую я представлял это в принципе редкость среди партии ну и многие силы пытаются нарисовать из нас сделать из нас вот таких вот милитаристов что сказать русом милитаристов русофобов но другие партии же на это смотрят и делают свои выводы поэтому посмотрим смотрите сергей можно ли сказать примерно так возвращаясь к теме предстоящего в понедельник и во вторник круглого стола российских оппозиционеров и европарламентарии что в некотором смысле приглашение этих представителей этих лидеров различных оппозиционных групп в европарламент есть некая форма их легитимации что европарламентарии приглашая в брюссель и давая там площадку предоставляя крышу вот этим людям признают их как легитимных представителей российской оппозиции в целом скажем так легитимных представителей гражданского общества это уже другой вопрос мы если бы мы всех признавали как легитимных представителей каких-то политических сил кто чья нога ступает переступая парламента то было бы слишком много легитимных представителей это это приглашение к продолжению диалога и да все люди которые будут присутствовать они каким-то образом знакомы нам как люди превращающие свою толику в это многоголосие в положительном смысле до многоголосие российского гражданского общества вот сейчас в изгнании ну а все остальное это как бы не нам судить мы не те самые которые решают и дают благословение легитимацию кому-то это же не не представители наших сообществ нашего наших стран это представители российской федерации история их легитимирует ну вот смотрите ведь все таки есть некая проблема в россии сейчас диктаторских режим путину власти выборов настоящих конкурентных свободных прозрачных выборов как института и как процедуры давно нет ни одна оппозиционная партия ни одна оппозиционная организация не не одна сила политическая которая выступала бы против путина против войны за отказ от незаконно захваченных против у всякого международного права аннексированных территорий не может быть допущена к власти а тем не менее эта сила представляет и пользуется поддержкой миллионов российских граждан но это простая математика даже там когда кто-то презрительно махнув рукой говорит что они пользуются поддержкой не более там 10 15 20 процентов 20 процентов граждан россии это почти 30 миллионов человек это население большого европейского государства согласитесь да и вот как быть то понимаете если если эти люди лишены возможности демократического легитимного представительства у себя в стране их запад видимо должен их как-то признать смотрите здесь есть опять же есть разные формы признания разных плоскостях одна форма признания это признание людей людей как политической силы другая форма признания это признание людей как политических лидеров да то есть то что в принципе сейчас происходит с тихановской например где она хоть и неформально но неформально как бы играет роль от политического лидера белоруссии на западе я не думаю что мы близки к той ситуации когда бы мы все это многоголосие которое будет в понедельник вот признали их я не знаю там правительством в изгнании для этого не структур нет не не обнимого все-таки какого-то коллегиального кооперативного режима работы друг с другом очень часто нет но и мне кажется что это и не и нет в этом необходимости мы признаем их как легитимные политические силы потому что мы знаем что они демократические силы потому что очень многих есть так называемый трек-рекорд да у них есть история у некоторых эта история еще продолжается который дает им эту легитимизацию эти люди от карамурзы до навального яшина и многих других которые сейчас сидят в тюрьме их уже это легализует и их соответственно и их по его тех кто их поддерживает тоже а у других эти сроки были в прошлом у них были организации структур где было видно что они представляли не только себя а то что этих структур сейчас нет это уже не их вина потому что если бульдозером проехаться по демократическим структурам и гражданам ну так там естественно никто не выживет не переживет этот проезд кстати вы упомянули имена навального яшина карамурзы европейский парламент делает что-нибудь для того чтобы добиться их освобождения это тема да действительно постоянно тема наших резолюции уже несколько резолюции постоянно я лично организовываем резолюцию на темы именно этих и многих других имен политических навальный как вы знаете это тот кто лауреат а сахаровского сахаровской награды это самая высокая награда за борьбу права человека в европе это наши по нашего парламента награда и да естественно и за кулисами мы пытаемся каким-то образом запустить или поддержать динамику которая бы может быть приблизила в какой бы то ни было форме решения вопросов а их ну я не знаю может быть когда-нибудь даже освобождение по крайней мере важно что мы сигнализируем кремлю и всем структурам что мы помним этих людей знаем их поименно и что их сохранность их здоровье это не только в интересах их самих но это в интересах в принципе всего как раньше говорили цивилизованного мира мирового человечества ну вот такие сигналы вот так работаем в тем в том числе с мидами наших стран еще один вопрос у меня возникает в связи с тем что вы говорили является ли для европарламента предстоящие организованные группы депутатов встреча с представителями российской оппозиции в том числе и попыткой сблизить их между собой помочь им снять какие-то разногласия добиться их большей консолидации и объединения консолидация объединения мне кажется это не наша задача и не наша функция а вот возможности сесть друг с другом за один стол и за одним столом представить свои мысли в том числе и разнообразие своих мыслей и видений в адрес парламента европейских каких-то структур это то что мне кажется и должно быть нашей целью мне кажется что нет цели и я говорил с коллегами на эту тему у нас нет цели и нет ожидания что вся вот это вот вся комьюнити да объединиться вокруг кого-то одного это не то что нам необходимо но то что нам необходимо и то что кстати говоря необходимо и многим российским гражданам в изгнании это чтобы была какая-то координация и ну какая-то координированная коммуникация также и чаяний и необходимостей до их самих потому что у нас очень много вопросов и по визам и по счетам в банках ночью очень много таких каждодневных вопросов которых приходится адресовать да и приходится внимать нам вот эти проблемы и конечно неплохо если есть какая-то координация из их и с нашей стороны этих вопросов но опять же мне что важно подчеркнуть мне кажется вот такой вот плач ярославные да и и такое постоянное ну скажем так очень многие для очень многих из этих людей это совершенно новая ситуация они были раньше у себя дома они более или менее вольготно существовали в своей сфере а сейчас они стали иммигрантами быть иммигрантом всегда сложно мне кажется что важно это на это смотреть такой продуктивной плоскости потому что очень многие начинают жаловаться да и вот этот постоянные жалобы об этой ситуации об этой ситуации мне кажется немножко заставляют многих забыть о том что было изначально и что является изначально трагедией в европе и трагедия в европе это гибель издевательства изнасилования по отношению к украине и украинским гражданам вот это самая главная боль и трагедия а другое всего ну будем решать эти вопросы насущные но они все решаемые вот главный кругольный камень это как остановить это это ужасно это очень важно спасибо что вы об этом говорите потому что я как раз я не скрою этого принадлежу к тем людям которые считают что порой громкие жалобы раздающиеся из уст некоторых представителей российской политической эмиграции звучат несколько бестактно я бы сказал не уместно и даже порой неприлично на фоне ужаса который творится украине в результате войны которые путин против украинского народа развязал захватнической агрессивной преступной войны в ходе которой совершаются военные преступления преступления против человечества и это является ну неоспоримым фактом последний вопрос вашего позволения вот вы упомянули слово правительство в изгнании а вы представляете себе в будущем вот такую ситуацию как что когда-нибудь в европе из оппозиционных сил может быть сформировано альтернативное путинского правительства в изгнании как это происходило когда-то во время второй мировой войны в некоторых других странах европы конечно у нас уже очень много было сюрпризов истории да и буквально прошедшие несколько лет мы многое увидели о чем мы бы не могли подумать представить себе до этого в принципе почему бы и нет но для этого естественно должны должно быть много условий которые должны быть осуществим осуществим осуществлены все-таки должно должно быть какое-то разнообразие сил разных фракций разных политических движений в принципе это должно быть не только правительство изгнание но это еще должно быть какое-то правительство единения до национального единения для этого эти силы должны быть открыты для этого я не вижу пока существенного прогресса в этом направлении и опять же я не вижу необходимости этого возможность этого исключать нельзя это все будет зависеть от протяженности вот этого статуса кво российской федерации который мы сейчас видим насколько долго проживет властитель нынешний и кто будет после него какая система воцарится после него да если и дальше у нас будет ситуация вот такой вот ну скажем так изоляции это это нет но конфронтации то в какой-то в какой-то момент необходимо может быть искать и конструировать какую-то альтернативу пока я необходимости в этом скажу честно не вижу ну что ж сергей спасибо большое за этот интересный разговор за ваши ответы и комментарии я напомню что сергей лагодинский мой сегодняшний гость является одним из депутатов европарламента он сам представляет германию он политик партии зеленых давний и активный друг украины при этом вот он вместе с коллегами выступил качество члена инициативной группы конференции или скажем так круглого стола который будет проходить в понедельник и во вторник вот на следующей неделе в брюсселе где европарламентарии встретиться с представителями разных групп российской оппозиции и можно сказать такое масштабное мероприятие проводится впервые я собираюсь быть и расскажу вам по возвращении о том что там было до чего договорились до чего не договорились и что нас будет потом ждать впереди спасибо рада видеть вас брюсселе спасибо сергей спасибо большое и я единственно хочу попросить что тех из вас кто не подписан еще на мой канал на канал евгения киселева пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы оставляйте комментарии и обратите внимание что у нас появилась возможность спонсорства для этого нужно просто зайти на главную страницу канала нажать на кнопочку стать спонсором и там вам все рассказано будет тут же как то сделать и что вы за это будете иметь и всем большое спасибо и всего самого-самого доброго спасибо спасибо и 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 Редактор субтитров А.Семкин